привет у нас сегодня с вами очень большие насыщенные планы мы будем смотреть сегодня три и таких серьезных люксовых палеточки для лица от шарлот тилбери также our глаз для лица палеточка и будем пробовать сегодня первый раз будет первое впечатление палетка от под маград вот такая большая одиссея коллекция вот эти я уже для лица пробовала знаю я ими пользовалась несколько раз а вот это вот прям прям будет сегодня открытие так сказать первое пробуем эту палеточку я планирую показать отдельно либо сборник каких-то макияжей либо просто мы будем с ней еще как-то краситься потому что она очень большая там много цветов и один макияж это конечно никакой не показатель надо несколько может быть готовые просто я сделаю как цикл вот смотрите сколько здесь всего поэтому один макияж конечно этого мало вот первая у нас задача первостепенно этот палетки обсудить для лица в общем-то это главное и сегодня мы будем делать вот эту часть например палеткой от шарлоты а вот это у того глаз на мне есть праймер и тональный крем и сделала я брови и губы больше ничего не делала поэтому сейчас мы все будем смотреть мне кажется у них разный эффект но этих палеток и давайте с одной начнем они конечно разные стоят что одна что 2 много все дорого это и так я покупала на культе на культ бьюти сейчас девочки говорят там они уже не списывают налог мне писали и поэтому поэтому только если какой-то код вы найдете на скидку либо там сайт сам дает вот вот так вот потому что вы купил look фантастик сайт этот культ бьюти и в общем вот такие вот не в нашу пользу как бы появились изменения давайте мы начнем с вами с самого глубокого вот этого оттенка темного будем использовать его где обычно скульптор бывает эти средства какие-то плотные такие но моя кисть грубая вот и фраше она с любым справится не имеет цепучести вот даже вот грубой кистью потому что она узнаете какой-то кремообразная то есть вот яркая такая вот давайте кстати сочетая яркая яркий сам оттенок вот но он какой-то все равно кремовая на нам уже много нанесла мне кажется сейчас придется за очередь вот на вторую кисть не полезла наши там у нас же там ауэр глаз так девочки эти сводчи покажу сейчас более светлый оттенок рядом хотя между ними такая разница маленькая между светлым и не светлым вообще прям очень запеченные средства я бы даже сказал какие-то вот эти два хайлайтера или румян хайлайтеры прям такие сильно запеченные и какие-то твердоватые суховатые что ли рыжий до рыжий румяна это очень сияющий оттенок румян если это румяна все-таки и дает прям такой блеск серьезный блеск я даже подумал что это два хайлайтеры кто-то из девочек так и называл да что это что два хайлайтера уже тут так ярко все что уже даже вот этот более светлый оттенок как-то не знаешь куда девать ставайте на теперь румяна нет минут как-то зарихтовать это я чистой кисти немножко хочу подснять мне кажется у меня слишком ярко получился бронзер и сейчас сам хайлайтер хайлайтер буду наносить кистью для хайлайтера это реал техник то есть вот эти средства я почему говоря не сильно блестящие они сильно какие-то спрессованы запеченной очень долгий будет расход вот так очень здорово выглядит мне нравится результат как блестит как тут от полированная кожа от этой палетки шарлотта здесь не хватает пудра все-таки ауроглаз в этом плане более функциональная палетка да и можно оформить все лицо видите румяный хайлайтер здесь скульптурирование сделано но пудра не хватает получается так ладно эту часть лица мы закончили с вами давайте возьмем вторую палетку пудру придется сейчас нам не взять отсюда на все лицо да все-таки ауроглаз мне кажется победил вот в этом плане что все есть все есть вот такая палеточка металлическая прошлые палетки прошлых прошлогодние были сделаны из пластика который косит под металл вот так вот они объединили пудру в один рефил и кстати это даже даже лучше это удобнее в плане пользования также я путают два вида румян получается хайлайтер бронзер и пудра 5 средств у нас с вами будем делать бронзер но он же будет как скульптор вот я уже не буду сильно стараться чтобы потом не убирать возьму румяна розовые которые розовые тоже средства мелкая прошу с прессована вот чуть-чуть до кисть такая корявенькая она сразу хорошо набирает только вот это один раз и все уже готовыми и дело румяна красивого оттенка не кажется какой-то барби но на самом деле нет на самом деле нет но не такие конечно теплые как его шарлотты хайлайтер девочки я делаю чуть ярковато но это для того чтобы хорошо вам было видно сейчас я возьму кисть вот такую сделаю пудру везде и будет будет как бы все видно что в итоге получилось посмотрим пудра тоненькая такая и вот когда и пользуешься кажется что вот она как будто как будто булыжник это какой-то треша ничего не происходит на самом деле вот она пудра на кисти набирается все есть так лицо я припудрила вот смотрите вот хорошо сейчас видна вся разница здесь более розоватый румяна варглаз шарлотты на такие тепловата рыженькие эффекта вот этого такого лица гладкого в принципе там и там есть но мне кажется все таки вот это не по моему дороже палетка но она удобнее в плане того что здесь все есть и пудрой две двое румян хотите румяна вы можете сделать такого оттеночка сейчас я покажу сводчи хотите более розовый хотите можете их смешать это вот сводчи четырех оттеночка фауэрглаз пудру я не стала набирать потому что ее не видно то есть румяна можно смешивать между собой по сути это бронзер и хайлайтер я вот эти румяна сегодня использовал вот эти не брала которые более теплые вот поэтому тут конечно удобнее обязательно сделаешь такой оттенок который нужно именно тебе вот поэтому аварглаз мне все-таки нравится больше ну плюс еще пудра до хотят шарлотты палетка мне тоже понравилось я как-то делала людей когда первый раз макияж вот у меня скулы были сделаны так как будто знаете вот как будто каким-то воском или стеклом на полированную издалека как так смотрелось в общем мне это нравилось может быть это не сильно для жизни как-то подходит потому что все таки это как-то слишком броско и обращает на себя внимание одним словом может быть это не каждый захочет вот именно такой макияж здесь он какой-то более носибельный что ли выходит не знаю вот такое впечатление чтобы я выбрала все-таки аварглаз потому что мы уже объяснила из-за функционала так в общем то хороший эффект получается но здесь практически румяна вот только вот так да в этой палетке можно любой вкус их сделать теперь давайте мы с вами будем делать глаза быстренько сейчас накрасим а чем мы накрасим тут столько оттенков не знаешь что брать давайте мы с вами знаете что возьмем вот этот зелененький красивый да прям начну с центрального века ой какой классный это очень мягкий какой-то шиммер такой жирный жирный девочки извините прям блестит как металлический наверное пальцем проще будет мамочки ну смотрите огонь на это тени конечно прям знаете вот но это далеко от далеко от скромных каких-то макияжей сбоку мы сделаем давайте гулять то гулять вот этот вернее вниз я уже запущу этот голубой звук сейчас придумаем что-нибудь девочки на всем просто пробный вариант этой палетки я отдельно как искал в отдельном ролике там будут сочи все сейчас не буду показывать сочи это палетки на слизистую тоже тени нанесу такой твердой кисточкой теперь я возьму оттенок такой коричневый или рыженький сбоку и во внутренние мы с вами нанесем вот такой оттенок вот светленький это же яркий какой оттенок получился девочки но вот исполнила ваши требования к ярким макияжем ток чуки сюда тронулся она уже яркая такая на у глаза жирный жирный такой шиммер омородная я так давно не красилась это называется выйти из зоны комфорта хорошо сейчас быстро темнеет уже как к зиме дело идет так конечно это уже не мой вариант макияжем просто тень такие яркие первый раз и и вот так у меня вышло эта палетка не похож девочки на палетки обычно десятки которые под выпускают это что-то другое и я бы сказала похуже потому что те палетки они не как сказать неповторимые какие то здесь она не просто так стоит меньше да здесь убойно так но знаете вот у revolution тоже есть яркие такие металлические оттенки и стоит палеточка конечно меньше так вверху сейчас мы сделаем с вами оттенок я давно на него смотрю вот этот вот матовый розовый такой яркий девочки но все точно попугай получился попугай тени прям вообще конечно пигментация нет это не для конечно не для каких-то консервативных макияжей тут слишком все слишком ярко и все ну смотрите девочки здесь слишком ярко просто вот тропический карнавал как будто какой-то ну я не представляю куда так ходить и я конечно сейчас пойду за счет погуляя но в принципе для меня это бумажки так сказал девочки у меня возник еще такой план я забыла подводку взять я хочу тут есть серый оттенок сделать им вот чуть около ресниц попробовать у меня кисть есть твердые твердые узенькая на режиме на ребро узкая попробую нормально получается я не хочу сделать ярко выраженная стрелка просто чуть-чуть тут затемнить хочу где обычно у меня подводка бывает можно сейчас будет уже краситься зато сегодня пол палетки с вами испробовали сейчас тушь надо будет все я доделала макияж я все-таки принесла чуть-чуть подводку черную и принесла также тушь все это сделала давайте я вам покажу поближе также лицо вот это аурглаз страна это от шарлотта я чуть-чуть внизу добавила в растушевку синего вот этого оттенка голубого я добавила вот этот матовый сверху вот этот розовый девочки все оттенки видно да все очень ярко зеленый вот этот очень яркий голубой и внутри 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 вот этот оттеночек он тоже шиммер макияж красивый я не спорю но он какой-то он слишком для меня как будто правда вот на карнавал собралась может вам-то красиво выглядит но я вижу мне прям так ярко больше после моих нюдовых макияжей это это как будто я на новый год где-то на курорте на карнавале нахожусь давайте теперь про палетку она картонная актерская деревянная на картонный не пластик цена ее не только дешевле потому что вот у нее нет пластика нет дело тут не в пластике я не думаю что он каких-то безумных денег пластик стоит несмотря на то что здесь больше цветов не действия 18 они меньшего объема здесь практически нет вот этих вот да и не практически нет по моему спешил 6 оттенков которые мне славятся палетки от пэт десятки и и и конечно если их тут нет то нет и вот этого очарования и всей соли смака которые вот это все испытывают от этого бренда ждут и ловят кайф если вы ничего не пробовали никогда и хотите начать свое знакомство именно теней пэт вот с этой палетки я бы вас отговорила не надо этого делать если не хотите покупать слишком дорого десятки то хотя бы четверку какую-нибудь выберите и вы поймете в чем в чем весь прикол а вот эти не надо брать на особенно вернее не особенно а именно вот с этой начинать не надо палетки десятки также бывают либо у нее на сайте идет распродажа в честь каких-то там праздник там черный пятница еще чего-то либо просто у нее сейл проходит тупы от на сайте поэтому их можно купить в районе 7000 там может 7500 даже будет 6 900 6700 как-то были бывают скидки часто девочки скидывают реферальные скидки в общем можно как-то дешевле не за 10 тысяч купить дешевле а это ну я просто купила знаете мне любопытно было что там вышло мне хотелось именно такого формата попробовать на 18 рефилов у меня не было поэтому я взяла так конечно мне нравится то что вышло на мне но именно именно тех неповторимых каких-то сияшек которые вот в десятках четверках за что бренд берет эти деньги этого нету но мы дальше с вами будем смотреть несмотря на то что у нас вот чих вот есть они да и в рефилах их прям видно как что-то тут сияет и переливается на природ как в сером до при макияже что-то не очень это видно вот у меня мы зеленый да вы видите металлика металлик хотя по сути иногда я вот вернее когда в зеркало свое смотрю я вижу тут переливание такое вот искристое показать ну вы тоже видите может быть но скорее это как металлик да есть сияние но она оно какое-то не такое как в десятках вот опять ну что что-то не то вот девочки это что-то не то может быть это неплохая палетка но такого плана можно наверное много найти брендов с другой стороны 18 рефилов такого известного производителя дорогого они тоже стоит тоже стоит того пергментированный матовый хотя матовый тут очень мало раз два три четыре всего рефила матовых из яшки украшалки можно конечно разные делать макияж да они здесь цветные оттенки всякие если вы любитель вот такого бросков не стесняетесь и разных теней красивых то почему бы не купить все девочки я про эту палетку еще потом буду рассказывать основное вот сказала свое мнение это не лучший вариант то что я пробовала от пэт поэтому вот так вот могу сказать заключение эти палетки мы тоже с вами обсудили и здесь все понятно если голосовать какая из них это вот я бы за эту проголосовала вот но это я хотела попробовать тоже от шарлотта что-то для лица иметь попробовать больше не буду наверное покупать так же какого глаз у меня это уже третья палетка и пока пока не использую на нет смысла что-то еще покупать хорошие они дома не слишком дорогие конечно слишком результат тоже не того стоит кожа красивая кожа красиво смотрится это шикарно конечно ничего не скажешь вот ничего скажешь ну что девочки под конец может кого интересует если помадка которая на мне сегодня это помада от oriflame номер ее 32 318 и выглядит она вот так она очень красивая она очень красиво это какой-то это не матовая помада но похож по финишу наматываю но она более комфортная она не тянет она как какой-то не блестящий глянец то есть она такая мягкая податливая застывает но не наглуха вот не такой глухой мат который тянет губы это хорошие очень такая мягкая в носке приятная суперская помада jordani gold у нее специфический аромат может кому-то показаться как старые использованные помады или советские помады но мне нравится мне все равно нравится все наверно буду на этом с вами прощаться мы с вами обсудили сегодня три красивых и дорогих палетки девочки ищет с вами хочет моя доченька поздороваться и и также попрощаться мы с вами обязательно скоро увидимся если вам понравилось ставите лайк пишите комментарии и до новых встреч пока 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 пока